Патриотическое воспитание молодежи – преемственность поколений. В этом направлении уже несколько десятилетий работает Совет ветеранов вооруженных сил Красноглинского района. Ни одна памятная дата не обходится без уроков мужества, а при учебных заведениях открываются музеи боевой славы и патриотические молодежные клубы. Они, конечно, очень воспринимают с душой, с сердцем, особенно когда мы называем героев нашей Великой Отечественной войны, и не только, а Великой нашей Руси, потому что нам приходится поднимать историю, начиная от Ледового побоища и кончая, конечно, последней войной в Сирии. Красноглинская организация ветеранов начиналась с большой шестерки 30 лет назад. Любовь Филиппова была среди них. Первый масштабный проект, который они осуществили – составление списков участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Красноглинского района. Эта организационная работа требовала очень большой затрат времени, сил и здоровья. И каждый до меня председатель внес свою лепту, лепту огромную в становление нашей организации. Сегодня ветеранская организация Красноглинского района объединяет 29 тысяч человек. Они активно участвуют во всех городских проектах, но в первую очередь заботятся о пожилых людях. Это люди, которым всегда интересно, которые всегда участвуют. И поэтому, безусловно, на протяжении всех этих лет сотрудничество между нами было самое теплое, доверительное, тесное. Все области жизни района, все спектры деятельности, хозяйства района, безусловно, без них это никак. Это наши непосредственные, самые близкие помощники. Дай Бог им долгих лет жизни и здоровья. Ветеранов Красноглинского района с юбилеем поздравил его глава. Активисты получили почетные грамоты, благодарственные письма и памятные медали. А еще к Новому году сбудется мечта общественной организации. Бизнес и власть подарит ветеранам современный офис. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.